Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю видео со своей подругой по совместительству с тиктокершей-блогершей Анжела620SQ. Сегодня мы решили снять такое видео. Мы берем предмет, взвешиваем его, и если кто-то из нас его угадывает, прибавляется одно очко, а если не угадывает, то выполняет наказание. Да, смотрите, я купила вот такие вот странные весы, у меня давно в голове крутилась идея снять подобное видео, и мы подготовили предметы, понасобирали всякие штуки, дрюки прикольные, уходовые и также неуходовые из наших комнат. В общем, все собрали, будем взвешивать. Сейчас я включу эти весы. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Жми на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Видео обещает быть очень интересным, ярким, насыщенным, поэтому пишите в комментариях, как вы думаете, по вашему мнению, кому придется сегодня выполнять жесткое, очень жесткое наказание. А мы, наверное, можем начинать. В течение видео мы будем отвечать на вопросы, часто задаваемые, может быть, и вы что-то узнаете обо мне новое или о Карине, может быть, об этом доме. Да, о доме, вообще о нас, так что присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, ну а мы можем начинать. Поехали! Итак, Анжел, ну давай, пожалуй, мы начнем с того, что весы включены. Да, включены, у меня палец весит, сколько? Я не знаю, сколько он весит. Ну, в общем, 800 грамм. Зависит от силы нажатия. Итак, первый предмет, который мы будем взвешивать, мы его вес, ребят, вообще не знаем. Просто понасобирали все из наших комнат. Это вот такое вот чудесное крем-мыло, детское, желтого цвета. Слушай, ну давай вставки, наши вставки. Да, я его потрогаю. Давай, мы можем трогать вещи, ребят, как бы. Да, там сзади вес написан продукт. Да? Да. Но мы не будем смотреть. Да, конечно же, мы не будем смотреть. Да, тут не написано. Тут не написано, да, чтобы вы понимали. Достаточно тяжелое, да, как я понимаю? Но явно тут килограмма нет. Мне кажется, грамм 45, нет? Нет, меньше. Я думаю, это 600. Меньше. А, 500 килограмм нет. 300. 300? Слушай, я не знаю, я вообще вот в этом не разбираюсь. Мне нужно понять, ребят, вес продуктов. У меня с этим реально было с самого детства все очень плохо, потому что как бы я в это все не углублялась. Анжела примерно понимает, да? Давай я поставлю на 200 хотя бы. Так, давай проверяем. Анжела выиграла 319 грамм. 319 грамм весит это мыло. И так, ладно, все продукты мы будем складывать вот сюда в уголок, чтобы понимать, сколько продуктов угадала Анжела, сколько продуктов угадала я. Мне кажется, что в этом ролике все-таки наказание придется выполнять мне, потому что я реально, ребят, не понимаю, как нужно правильно ткнуть и угадать вес продукта, потому что я сама по себе как бы в этом не очень разбираюсь. Следующий продукт, который мы берем, это спрей для тела. Так, если потрогать, грамм 200, может быть. Грамм 200? Слушай, ну... Миллилитров 200, точнее. 200 миллилитров. Слушай, ну фиг пойми, тут, к сожалению, нифига не написано. Давай я поставлю на 215, 220, где-то в этом роде, потому что мне кажется, что спрей достаточно тяжеленький. Он в любом случае весит больше. Как ты считаешь? Я остановлюсь на 200. Цена, кстати, 1100. 235! Канина была ближе. Все-таки, да, я была ближе. Ребятки, как вы думаете тоже вес продукта, по вашему мнению, и проверить вашу интуицию можете написать ниже в комментариях, потому что это, конечно, трэш. Чтобы вы понимали, ребят, вот этот спрей я всегда использую не для того, чтобы напшикать свое тело, оно как раз-таки для этого и предназначено, а для того, чтобы попшикать комнату, потому что он реально пахнет какими-то вкусными лесными орехами. А я обожаю, когда в комнате приятно пахнет, ну вот недавно купила, просто офигенский запах. Всегда ко мне, когда друзья заходят в комнату, они говорят, Карин, вот именно этот запах теперь ассоциируется только с тобой, потому что в комнате реально так воняет. Вот, поэтому этот продукт я откладываю. Итак, лампа для того, чтобы делать маникюр. В общем, я сама себе делаю маникюр, короткие ногти, потому что я модель, и всегда надо поддерживать свои ручки в ухоженном состоянии. И я решила купить лампу, чтобы делать самой, потому что времени мало, и всегда надо... Выглядеть круто. Да, бывает такое, что мне срочно надо делать маникюр, и поэтому лежать к мастеру бесполезно, и я решила поэтому купить лампу. Сейчас мы посмотрим, сколько она весит, предположим, и посмотрим, кто у нас прорекает, а кто выиграет. Да, кстати, я недавно заходила в комнату к Анжеле, и захожу, воняет реально просто антисептиками, спиртом, вот этими штуками для снятия гириллака. Я захожу, чуть ли не задыхаюсь, но я делаю гириллак. Понятно, круто. Итак, мне кажется, что... Слушай, хер пойми, ребят, есть тяжелые лампы, а есть легкие. Как ты считаешь? Я считаю грамм 320. Мне кажется... Ну, с учетом того, что крем у нас сколько был? 319 грамм, да, примерно? Он легче, нет? 300, да, да. Нет, потяжелее даже. 300? 300, да. Я на 320 ставлю. Ну, давай, прикольно, посмотрим. 363. Это, получается, я угадала, я была близка. Но, знаете, ребят, если честно, точный вес продукта, мне кажется, угадать вообще невозможно, потому что тут все в таких детальках. И даже сейчас у нас весы показывают 2 грамма почему-то. Какие-то они немножечко шизанутые уже, крыша у них немного едет на пустом продукте, показывает 2 грамма. Итак, ладно, я угадала, откладываю этот продукт себе, и давайте, чтобы ролик был интереснее, мы сейчас ответим на вопросы не только о нас, но и о доме. Итак, первый вопрос. Как мы познакомились? Слушай, я даже не знаю, вот ты как ответишь на этот вопрос? Я приехала с чемоданами, в херовом настроении, потому что чувствовала себя так, будто бы я приехала в лагерь. Ну и, соответственно, о всех ребятах у меня, знаете, когда ты знакомишься с каким-то человеком, складывается первое впечатление. Ну и сразу в голове я как бы сделала для себя вывод, с кем я сдружусь, с кем у меня будут исключительно такие рабочие отношения. Вот, ну и поэтому я сразу поняла, что с Анжелой я сдружусь, что у нас будут нормальные отношения, вот, ну и как бы уже я этому человеку нормальненько так доверяю, мы сдружились, так что все отлично. Ты мне скажи, как мы познакомились по твоему мнению, ну вот вообще со стороны как ты подумала обо мне вообще что? Потому что, судя по моему настроению, это... Сука. Такая пришла, бичевка такая, пришла сука. Ну и мы начали с ней как-то, мы зашли к ней в комнату и начали обсуждать одну участницу, не буду говорить, кто это. Вот, и у Калины сложилось какое-то первое впечатление, и это впечатление у нее в принципе так и осталось, как у нее было. Да, мы любим очень пообсуждать, естественно не полицемерить, но как бы пообсуждать так. За спиной ребятки так делать, конечно, нельзя, но мы это делаем в таком не сильно плохом ключе, потому что как бы мы команда, мы ведем себя как какая-то семья, мы завтракаем, обедаем, ужинаем вместе. И поэтому всегда, как я считаю, нужно находить компромисс, и если что-то друг в друге нас не устраивает, выясняется этот вопрос сразу, чтобы не было никаких проблем. На этот вопрос я считаю, что мы ответили, поэтому продолжаем. Беру мицеллярную воду и предполагаем, сколько она весит. Тем более она, видите, не полная, не подглядывая. Да, не полная, половинка, да. Дай-ка я подробую. Ну тут мне кажется, грамм 400, потому что бутылек такой. Слушай, ну если сравнивать с этим, этот тяжелее. А вот этот был сколько у нас? Где-то 250 грамм, да? Ну значит, соответственно, этот пускай будет 320. Ты как считаешь? Может быть, 350. 350? Короче, у меня 320, и у тебя 350. 315! Так что я опять забираю, нифига себе, блин, слушай, Анжелочка у нас проигрывает. Ну как бы мы тут, знаете, просто пальцем в небо тыкаем, как бы на весу пытаемся понять, что, сколько весит. Это на самом деле сложно, ребят, попробуйте, если у вас на кухне есть подобные весы, с кем-нибудь поиграть. Это очень интересно, очень круто. Следующее, что я вам покажу, это мои духи. Мы сейчас попробуем угадать их вес. Я, ребят, честно не знаю, но они очень тяжелые, во-первых, потому что стекло очень плотное. Они такие прям, вот чуть ли не килограмм весят, я вам точно скажу, и пахнут очень приятно. Мои самые любимые. Потрогай, вот реально тяжелые, опиши их, как ты считаешь? Ну, 800. 800? Ну, слушай, я бы не сказала, мне кажется, где-то 700. Не знаю, слушай, давай проверим. Так, ты на сколько ставишь? 750. 750, я ставлю на 690, давай. 690. Чего? Погоди, стоп, у меня глюки. 366. Нет, не может быть такого. Погоди, нет, может, это весы у нас какие-то шизнутые на голову? Ну-ка, если убрать и мыло взвесить. 319. Ну, слушай, может, мы это с тобой тупо-тупанули и натрогались уже всех продуктов? Это реально странно. Ну, я назвала меньше. Ну, блин, я, получается, была близка. Ребят, как вы думаете? Ну, мне кажется, ребята не смогут догадаться, потому что они, в принципе, не трогали и не держали в руках эти духи. Но они весят очень странно. 364, 365. Всегда по-разному показывают. Ну, слушай, понятно. Но мне казалось, что больше, потому что они такие прям тяжеленькие. Тяжелые, да. Очень тяжелые. Окей, ладно. Так, следующая у нас такая интересная вещь. Крем для похудения. Карина у нас тут худеет все время на детоксе сидит. И немножко поджирает по вечеру. Ну, мы это прощаем ей. Потому что, ну ладно, пусть будет. Ну, понятно. Ребят, у меня на самом деле очень странная такая фигня, что я реально худею. Но иногда бывало такое, что я срывалась. Но вот два дня сидела на детоксе, пила только соки и смузи. Сбросила 2 килограмма. Так, ну крем. Он новый. Я ни разу не пользовалась. Не подглядываем, не смотрим. Как ты считаешь, я его трогала? Грамм 200. 200. Давай я поставлю на 250. 276. Ну, слушай, ну это понятно. Какая-то, блин, Анжела угадала только с мылом. Херь какая-то. Причем непонятно вообще реально нифига. Очень сложно. Короче, этот крем весит 277 грамм. Его можно отложить. Очень интересно. И сразу мы подбираемся, ребятки, к следующему вопросу. Тот вопрос озвучивала Анжела. И мы пока что ответим на другой. Есть ли у нас какие-то ссоры в доме вообще у всей нашей компании? Ссоримся ли мы? Бывает ли такое, что происходят какие-то скандалы? Давай вот ты попробуешь вкратце ответить, и я подтвержу, если с тобой согласна. Лично у меня бывают какие-то небольшие ссоры с некоторыми участниками. Не до понимания. Потому что меня, допустим, не устраивает что-то в контенте. Я не хочу что-то снимать, потому что мне такое, допустим, не нравится. И у некоторых сразу начинают бомбить. Почему так происходит? Ну, во-первых, стоит отметить то, что у всех разные вкусы. Анжела, я думаю, всех в первый же день, я прямо это помню, предупредила, что она не снимает в основном вот всякие русские звуки, потому что, ну, как бы ее внешность за себя говорит, и как бы у нее образ такой в интернете, что она какие-то комедии, стебные, как бы наподобие «Красиво милкни», «Круто скажи мяу», и вот эта вот всякая фигня вот в этом. Да, это реально кринж. У нас есть рубрика в нашем аккаунте, ребят, вот реально кринж. Мы просто угораем над всякой герней, и вот это слово кринжа, ну, реально какое-то суперугарное. Мы прям кринжуем со слова кринж. Короче, бред какой-то. Итак, какой у нас продукт? Я думаю, мы ответили. В общем, ссоры бывают, они бывают везде. Это даже не то, чтобы ссоры, это, наверное, недопонимание какие-то. И неисхожесть характера. Да, характеры, естественно, у всех разные, и вкусы тоже у всех разные. Кто-то считает нормальным зайти наорать, кто-то считает ненормальным вообще, в принципе, повышать голос. Я отношусь к первому типу, которая любит поорать, вот. Но это не круто, ребятки, не будьте такими, как я. Следующий продукт, который мы посмотрим, это очень легкий спрей, легких продуктов у нас не было, от Victoria's Secret. Стоил 1200 рублей. Вот, ну как бы он очень приятно пахнет, ребят. Изначально я его купила для того, чтобы пшикаться после душа. Мне очень понравился его запах, но иногда я его использую как духи, потому что реально очень приятно пахнет. Такой мист для тела. Потрогай, как ты думаешь? Но он, мне кажется, такой по весу... 40-30. Меньше всех, да. 40-30. Я ставлю на 60. Давайте вот так прям загну. Ну, слушайте, наоборот, легкий. 60 и на 40-30. Что? Я опять, ребят, угадала 68. Ну, слушайте, пахнет приятно. Я же это даже Анжелу пшикаю. И себя тоже. Офигенные духи прям такие, знаете, отдают какой-то конфеткой офигенской. Вот мне это нравится. Такие, знаете, либо сильно жесткие, стервозные духи, либо какие-нибудь супер-мега нежные. И то, что у меня есть такие две стороны, это, конечно, очень круто, но многие меня не понимают, то, что я люблю либо какой-то такой стиль стервозный, либо, наоборот, девочки такая двухсторонняя. У тебя вообще какой стиль? У меня даже самая. Да, Анжела вообще модель. Я могу заметить, как она выходит вообще тут у нас, щеголяет на каблуках в платье. Иногда выходит на насрать в бросовках, в топике, и вообще все равно. А у вас, ребят, какой стиль? Можете написать ниже в комментариях. Итак, ну как бы тут уже понятно, я думаю, уже постепенно становится все, кто выигрывает. Это очень странно, конечно. Ладно. Следующая это палетка Urban Decay. По весу... Фиг пойми. Да. Все продукты, мне кажется, они одинаковые. Пусть будет 300. 350. 300-350. Вообще, ребят, это моя офигенная, самая любимая палетка. Я ее использую уже где-то год. Видите, ребят, нюдовые, очень красивые оттенки. И самое главное, что можно достать зеркальце, взять его с собой отдельно куда-нибудь, вставить, если тебе так, в принципе, в кайф накраситься где-нибудь в дороге. Тут есть румяна, хайлайтеры офигенные, видите, да, уже какой мой самый любимый. Ну и оттенки, как темные, которые я использую, так и нежные. Палетка офигенная. И не реклама. Короче, мне кажется, что эта палетка весит где-то 400 грамм. Но она такая, достаточно тяжелая. Плотная из зеркала, и сама по себе она такая прям нормальненькая. Я помню, когда я ее в магазине покупала, прям, ну, пакет такой тяжеленький был. Я прям на это обратила внимание. Так, у тебя 300 грамм, ты на это ставишь, да? Я где-то 400-500. 231. Получает, наконец-то, ребят, Анжела хоть что-то угадала. Палетка достается тебе. Блин, было бы круто, если бы эти продукты мы бы реально дарили. Ты угадала? Слушай, хочешь, я тебе эту палетку подарю? Я в основном пользуюсь яркими оттенками. Яркие, да, я заметила у Анжелы все палетки такие прям яркие, неоновые, прикольные. Ты сама по себе просто темненькая, и на тебе нюдовые оттенки не будут выглядеть ярко. А вот я, например, ребят, видите, сделала нюдовые оттенки, и они как бы видны, потому что я использую даже тональный крем, который светлее по тону раз в 20. Я не знаю, почему, но у меня такой фетиш, я не знаю, уже года два. Следующий продукт. Офигенная моя самая любимая свечка из Bath & Body Works. Я не могу правильно произносить. Анжела хорошо знает английский, когда я пытаюсь что-то правильно прочитать, она просто сидит и угорает. В общем, вот такая вот свечка. Можешь ее потрогать, открой, она так офигенно пахнет. Я просто влюбилась. Не нравится? Мне очень нравится. Она у меня прям, знаете, ребят, ассоциируется с чем-то таким домашним. Когда у вас есть какой-то определенный запах, какой-то именно период времени, и вы его запоминаете, через год нюхаете, и понимаете, офигеть, что вот прям такие воспоминания. Это очень круто. Свечка достаточно тяжелая. Я помню, как постоянно ездила по магазинам, и набирала их просто дофига, еле тащила этот пакет до дома. Мне кажется, грамм 600. Свечка тяжелая, грамм 600. Но также у нас было что-то тяжелое там, и оказалось, что всего лишь 200. Меньше, да. 600? Я ставлю на 600. 300 будет. 300? Ставь. Что? Ровно 600, ребята! Ровно 600, прикиньте! Офигеть, я вам даже сфотографирую сейчас. Я прям как поставила на 600, я как чувствовала, что она весит ровно 600. Офигеть, ребят, посмотрите на фотографии. Реально ровно 600. Впервые в этом выпуске мы угадали ровный вес, так скажу, правильный вес. Ладно, я угадала, но, ребят, просто знайте, если вы любите ватненбодиворкс, то знайте, охеренно у меня английский, что вот это, именно вот эта свечка, такого нежно-серого оттенка, офигенское. Это, по-моему, была зимняя коллекция. Тут прям такой запах маршмеллоу, но она очень крутая. Я прям специально взяла с собой свечки, потому что в моей комнате, особенно когда я живу с большой компанией, должно приятно пахнуть. Это очень важно. Но очень жалко, что в моей комнате, конечно, нет никакого кондиционера. Это огромный минус. В некоторых комнатах есть, в некоторых комнатах нет. В некоторых вообще есть холодильники у Анжелы, например, холодильники, что там у вас, чайник стоит. А у меня ничего нет, это очень грустно, но ничего страшного. Следующая и последняя вещь, это рюкзак Карины Луи Бетон. И сейчас узнаем, сколько же он висит, у тебя там ничего нет? У меня есть, поэтому мы сейчас будем догадываться. Я не знаю, что лежит, я реально уже его дня три не носила, вот, поэтому не могу сказать. Ну, слушай, все сумки, они достаточно легкие. Поэтому у меня в этом рюкзаке до этого были накиданы всякие палетки, херетки, потому что сам по себе рюкзак очень легкий, он вообще далеко не тяжелый. Поэтому я ставлю на 300 грамм. Ты на сколько? Я уже баню что-то говорить. Как ты считаешь? Ну, давай 400. 400 грамм. Хорошо, ставим. Итак, ребятки, момент истины. 552, Анжела, молодец. Этот рюкзак достается тебе на время выпуска. Он очень офигенный, мне он прям реально пипец как нравится. Если вы смотрели, ребят, мой влог из Лубаев, то вы знаете, как я в него влюбилась. И вообще изначально думала покупать рюкзак в два раза больше. И пожалела, что не купила в два раза больше, потому что тот, что больше, он весил всего лишь на 20 тысяч дороже, но он был очень вместительный. В общем, я пожалела, что купила рюкзак поменьше, потому что ни камера со штативом, ничего не помещается. Ну, с маленьким таким, который я обычно ношу. Ну, и мы ответим на ваш последний вопрос и уже приступим к наказанию, которое мы обсудили с Анжелой заранее. И вообще, мне кажется, Анжела до последнего думала, что проиграю я, но я думаю, будет интересно понаблюдать за наказанием, которое мы скоро озвучим. Итак, Анжела, прочитай вопрос последний. Есть ли ограничения на контент в нашем хаосе? Слушай, ну я даже не знаю, как ответить. Естественно, если мы снимем какую-то херню, то нам скажут как бы, что зачем вы это выложили, это полный бред. Мы как бы, потому что с семьей, как бы командой живем, и если мы выкладываем какую-то херню, все же смотрят, наблюдают, лайкают, то кто-то об этом может напрямую сказать, типа, что это было странно снято, это было не очень. А вот, например, вчера, да, или позавчера челлендж, вот знаете, вот так, когда ты там что-то делаешь, у ребят не получилось снять, но они все равно выложили. И как бы они смогли выкрутиться, сказали, что получилось смешно. И это такие как бы фейлы, они тоже в ТикТоке заходят. Вот, поэтому это тоже было интересно. Мы все обсуждаем, и это самое главное. Скажи, пожалуйста, ты что думаешь по ограничениям вообще? Ну, в принципе, прям таких жестких ограничений, как может быть в других хаосах, у нас нету. Нам никто не говорит, ты снимаешь только это, и будешь это снимать, это нельзя снимать, такого у нас нет. Да, запретов нет. Мы снимаем, что хотим. Да, снимаем у каждого свой контент, и когда мы создавали дом, мы изначально поняли, что у нас все ребята, они абсолютно разные. У нас есть не только ТикТокеры, но и блогеры, да, например, которые изначально, как я, начали развиваться только на Ютубе, не зарегистрировавшись ни на ТикТоке, ни в Инстаграме. Вот, поэтому вот такие вот дела. У нас все по-семейному, все спокойно, поэтому ограничений никаких нет, и мы приступаем к наказанию. Итак, ребятки, я его сейчас озвучу, точнее, нет, Анжела, давай ты его озвучишь, чтобы все поняли уже, насколько это трэш. Мне нужно позвонить кому-нибудь из своих контактов и сказать, что я беременна. Да, Анжела сейчас будет звонить кому-то из своих контактов и сообщить чудеснейшую новость, что она забеременела. Ладно, Анжела, ты можешь выбрать сама, кого тебе угодно, кто, в принципе, тебе не поверит. Нам самая главная реакция. Мама не поверит. Мама не поверит, но ты можешь мне позвонить, если... Мама, мама, это всегда очень круто. Главное, как у тебя мама относится к этому юмору, чтобы она понимала просто. Ну, я думаю, она поймет, что это шутка, потому что мой парень сейчас не в России, а с кем я еще тут могу? Ну, я не знаю, как бы это. В доме, может, тебе кто-то понравился, а Анжелочка, я от Валентина. Это знаю. Но мне кажется, она все равно не поверит. Ладно, давай. Все, звоним. Мне кажется, она не возьмет. Что-то у меня такое аракелянское предчувствие. Мне она знакомая не отвечает, знаешь. А, ну вот. Значит, скорее всего, не ответит. Алло. Алло, мама, это я. А. Мне надо тебе кое-что сказать. Че? Я не знаю, с чего начать. Чего там? Аминь, куда пошла? Ну, говори, че? Так случилось, что я беременна. А от кого? Не знаю. Как не знаешь? Как не знаешь-то? Я не знаю, от кого. Не знаю. Ну, как не знаешь? Не знаю, с кем спала? Не знаю. Ну, какой-то мальчик. Или какой-то мальчик. И зачем он тебе нужен? Ты сама подумаешь. Ну, че мне делать? Ну, к врачу иди. Пока у тебя такой срок. Не знаю. Не знаю, я не знаю. Ты не тест делала? Да. И че показалось? Две полоски. Вот иди к врачу и делай документозный то, что тебе дают саблетки, если я могу чтобы они так не ковыряли с тебя. Я бы шутила. А что ты мне знаешь? У меня было... У меня задание такое было сказать, что я беременна. А, ну ты меня спросила, что делать? Я тебе ответила. Да, но я не беременна. Я поняла. Просто ты говоришь, что мне такое задание. Я тебе говорю от кого? Потому что мне вот стало странно от того, что Ну, это была шутка. Я тебе сказала, что ты делала. Да и все, мама, это была шутка. Я ни с кем тут не спала. У меня есть парень, поэтому все. Все нормально. Слушай, а можно мне такую маму, пожалуйста? У меня жарко стало. Я поняла. Реально, это очень прикольно. Ребят, нам тут даже ребята, которые за кадром сидят, хлопают. Анжела, реально. Я вам клянусь, ребят, никакой договоренности совершенно не было. Я сижу, я бы не смогла такое маме сказать. На меня бы сразу маты какие-то полетели. Ну, не то чтобы маты, а как бы мама бы напугалась и такая, Карин, ты че, ты совсем-то ненормальная. А у тебя мама так спокойно к этому разослась. Нет, она в шоке, что она так вот еще. То, что она, нет, она просто, как мне показалось, отнеслась к тебе, как прям относится к тебе уже сейчас, как к взрослой. То есть забеременела, ну ладно, забеременела, как бы своя жизнь. А дело в том, что я живу в семье, и если бы все-таки я бы проиграла, ребят, и мне бы пришлось кому-то звонить и договорить, я бы точно свою маму не выбрала. Поэтому, ребятки, мы надеемся, что что? Что вам понравилось это видео, и ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Да, это видео было очень интересное. Напишите ниже в комментариях, какие видео вы хотите еще видеть с Анжелой или с какими-то еще нашими участниками из дома. Пишите в комментариях все ссылочки на канал Анжелы и вообще на всех наших ребят, на наш инстаграм я оставлю ниже в описании. Это будет очень круто, я вас всех люблю. Спасибо вам за просмотр. Пишите, кто угадал, кто не угадал с весом. Возможно, ваша интуиция гораздо круче, чем наша. Чем весы. Чем весы, да? Обожаю эту свечку. В общем, мы вас любим, ребятки. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин